Муромское восстание, белогвардейское восстание в Муроме от 8 до 10 июля 1918 года, организованное Союзом защиты Родины и Свободы, восстание не было поддержано местным населением и под натиском красных белоповстанцев были вынуждены по лесам добраться до Казани, где вступили в народную армию Камумуча и продолжили борьбу с большевиками, подготовка восстания и предпосылки к нему. После Октябрьской революции в Муроме среди местной буржуазии и интеллигенции, главным образом бывшего офицерства, зрело недовольство переходом власти в России в руки правительства большевиков. Эти слаи общества высказывались за свержение власти большевиков в стране, в частности, в Муроме. Они призывали к свержению советской власти, восстановлению власти учредительного собрания и расправе с красноармейцами, коммунистами и советскими работниками, вели подготовку к вооруженному выступлению. Так, в феврале 1918 года, при обыске в квартире будущего руководителя восстания Н.П. Сахарова, было найдено 6 шашек, 2 рапиры, 5 штыков, 8 тесаков, 5 кабур, 40 пар офицерских погон разных чинов. Весной 1918 года советскими органами было установлено, что в общественном клубе Мурома проходят собрания бывших офицеров и буржуазии. В июне 1918 года в местные советские органы стали поступать сведения о том, что в Муроме существует белогвардейская организация и готовится ее выступление. Выступление белых в Муроме первоначально планировали на у, от 6 до 7 июня, но в связи с принятыми мерами в этот день и состоялось ход восстания. Вооруженное выступление, закончившееся захватом на некоторое время власти белогвардейцами, произошло в ночь с 8 на 9 июля 1918 года. Руководителями выступления являлись полковник Н.П. Сахаров и военврач Д.С. Григорьев. 3 июля Окский бульвар Мурома стал сборным пунктом для белогвардейских сил. Отсюда и началось выступление белогвардейцев. 8 июля, поздно вечером, в от 22 до 23 часа белогвардейцы неожиданно напали на караульную роту и застали ее врасплох. В результате было ранено три красноамейца, один смертельно и повстанцы захватили оружие. Одновременно был захвачен военный комиссариат, высший военный совет и местный совет, а к ночи город Муром оказался захвачен белогвардейцами. 9 июля по городу были расклеены воззвания Союза защиты Родины и Свободы с призывами к свержению советской власти, а также приказ Николая Сахарова, начальника восточного отряда Северной добровольческой армии. О явке для регистрации офицеров в штаб Белой гвардии штаб направил вооруженные отряды, первый под начальством офицера Гольберга на станцию Селиваново, второй во главе с офицером Пестряковым на станцию Климове, третий отряд на станцию Навашино для сражения с выступавшими на защиту советской власти рабочими отношения населения. Кроме буржуазии, духовенства и интеллигенции, никто не пошел на сторону белогвардейцев. Широкие массы населения отнеслись к выступлению белогвардейцев резко отрицательно. Местным коммунистическим силам, рабочим железнодорожных мастерских и заводов и других окрестных сел и деревень удалось организовать защиту, поражение и восстание. К утру 10 июля выступление Белой гвардии было ликвидировано местными силами. Белогвардейцы бежали из города, успев захватить с собой около 700 тысяч рублей денег из местного совета, уездного военного комиссариата и некоторых других учреждений. Власть советов в Муроме была восстановлена. Вечером 10 июля отряд красноармейцев и рабочих под начальством Ярлыкина нагнал белых у станции домики, разбил их и прогнал дальше. В ночь на 11 июля остатки белогвардейцев были снова настигнуты красным отрядом у нового Дмитриевского, разбиты на голову и бежали мимо в Иксов-Кордатову. Поздняя на допросе организатор союза защиты Родины и Свободы Б. Савенков говорила о Муромском восстании и следующее. О Муромском восстании я знал то, что мне доложил Григорьев, убитый во время восстания против Колчака. Григорьев взял Муром, у него было очень мало сил, что тот человек 40 или 50 продержался там один день и ушел по направлению к Казани. Источники АЭС. Крученен. Муромское антисоветское восстание истоки и предыстория. Уваровские чтения. Материалы научной конференции, посвященные 1140-летию Г. Мурома. Муром 2003 СТР от 283 до 286. Красная книга ВЧК Поднаучен. Ред АЭС. Велидова. Книга 1. Вторая ИСТ М. Политиздат 1989.